Первые репетиции детского Евровидения 2018 стартовали в столице. Для конкурса спорткомплекс Минск-Арена превратили в солнечную систему. Грин-рум словно парит в звездном небе, а купол арены оформили многоярусными люстрами. Финал конкурса пройдет 25 ноября. Нашу страну представит минчанин Даниэль Ястремский. Гомель на следующей неделе также станет площадкой для международного музыкального конкурса «Золотая лира Полесья». В шестой раз он соберет более 150 участников из разных стран. Юные артисты продемонстрируют мастерство игры на цимбалах, домре, балалайке и аккордеоне. О чем порадовала неделя жителей и гостей Гомельской области, расскажет Анна Корольчук. Квартал конвента Сета или двор конвента – один из самых живописных уголков Старой Риги. Узкие пешеходные улочки, старинные здания и шпиль церкви Святого Петра действительно завораживают своим видом. Недаром это место так любимо многими художниками, среди которых, например, русский деятель искусства Николай Рерих, а также белорусский пейзажист Павел Масленников. Его работу «Дворик Старой Риги», а также более 30 полотен других известных белорусских художников можно увидеть в картины галереи Гавриила Ващенко. Здесь открылась экспозиция «Мой выбор» из коллекции Николая Синякова. Экспозиция условно разделена на две зоны. В одной расположились концептуальные картины, в другой – классические портреты, пейзажи и натюрморты. В этой разножанровой подборке каждый сможет найти что-то по душе, ведь любая из работ способна задеть за живое. Выставка продлится до 16 декабря. Виртуозный вокал в сочетании с глубоким звучанием классических мелодий. В камерном зале Дворца культуры железнодорожников прошел музыкальный вечер под названием «С любовью к опере». Артистка Гомельской областной филармонии Ольга Кузьменко и солист Большого театра Беларуси Александр Краснодубский подготовили для слушателей яркую программу. В нее вошли произведения мировой классики на музыку римского Корсакова, Моцарта, Верди, Безе и Рассини. Александр Краснодубский впервые выступил дуэтом с гомельской певицей. До этого он приезжал на гастроли с президентским оркестром Беларуси и в составе труппы Большого театра оперы и балета. «Среди людей, мне близких и чужих» выставка, посвященная 200-летию со дня рождения классика литературы Ивана Тургенева, открылась в Гомельской областной библиотеке имени Ленина. Творчество этого прозаика, поэта и переводчика стало значительной частью не только русской, но и мировой культуры. В экспозиции посетители увидят прижизненные издания автора и его современников с портретами, гравюрами и фоксимильными записями. Книги и журналы 19-го, начала 20-го веков интересны не только своим содержанием, но и оформлением. Более 30 редких изданий предоставили из книжной коллекции князей Паскевичей. Кроме того, в арт-кафе и библиотеке работает выставка «Окна родного дома Новобелеца» фотографа Евгения Писаренко. Бесконечные вариации домов, заборы, палисадники, деревья и кусты сирени – это медленно текущая жизнь, прекрасная в своей обыденности. Автор работ сама почти всю жизнь прожила в этом районе Гомеля. Увидеть экспозицию в арт-кафе можно в течение месяца. Чем нас порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. Гомельский молодежный театр готовит спектакль «Все глуше музыка войны». В центре сюжета – отечественная война, которая скомкала жизни тысячи людей. Историю расскажут словами наших земляков, жителей Гомельской области. В белой гостиной дворца Румянцевых и Паскевичей пройдет музыкальный вечер «Синяя вечность», посвященный творчеству Муслима Магомаева. Творческий союз прекрасного баритона Константина Горошко и виртуозного пианиста Виталия Фомина подарят слушателям всю выразительность музыки маэстро. Ностальгическую комедию «Нежданчик» покажут на сцене Дворца культуры железнодорожников. Люди, рожденные в СССР, смогут вспомнить свою юность, а молодежь познакомится с жизнью советских людей. Смешную и добрую историю представят российские актеры Екатерина Порубель, Кирилл Гребенщиков и Вячеслав Гришечкин. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Продолжение следует...